ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Без проблем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя любовь неосторожна. Вернуться к солнцу невозможно. Это бы был не так уж сильно рад. Но ты остыл. Ты, ты, ты остыл. Ты, ты, ты остыл. Ты, ты, ты остыл. Кричать не нужно. Тише, тише. Давай услышим, Как дождь стучит по крыше, Не скрипнет дверь на улице. Гроза. Секунды, дни, часы, минуты, И ноги наши не обуты. Все заставляют нас смотреть в глаза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Более того, что в стране, которую никто не понимает на английском, вообще это легко делать. Ну, вы так-то отважны. Спасибо. Аранжировки кто у вас делает? Ну, в общем, все вместе. Аранжировки что это? Не знаю, мы как-то собираемся, что получается, то получается. Нравится если, то это, в общем, и есть успешная аранжировка. Если не канает, не нравится, то это неуспешная аранжировка. Никогда не думали, что вы вторичным будете, когда делаете вот эту композицию? Все равно же у вас накладываются, ну, как бы какие-то там воспоминания и прослушанная музыка. Потом бац, приходишь на репетицию, выдаешь, а потом понимаешь, что это вот на альбоме 64-го года вы же это слышали. Да пофигу, мне кажется. Не страшно. Вообще не страшно. Если это напоминает чем-то, например, Агутина или там Селу Сью, то я, в общем, еще против не имею этого. Или там даже Аструт какой-нибудь. Ну, не знаю, короче, мне кажется, я не смогу сыграть так, чтобы было похоже на ту музыку, которую я слушаю. И, значит, все в порядке. Смотря что вы слушаете. Что ты слушаешь? Что я слушаю? Вот так, значит, мы прям с этого начинаем. Мы даже не обсуждаем, что мы слушаем, в общем, чтобы не поговорить о том, что у вас будет звучать в композиции. В моем плейлисте на первом месте Снарк и Паппи. Где-то рядом есть еще французский хип-хоп, О'Кю-По'Кю, Акуа Нару, Хироми Уихара. Это мы точно не повторим, потому что я даже не знаю, что это. Ну, я думаю, зрители записывают. Джосс Стоун. Очень много Джосс Стоун в моем плейлисте. Иногда бывает Агутин, но не часто. Очень странное попадание Агутина в этот плейлист. Нет, почему? Он же классный. И группа у него замечательная. Вот. А он классный, когда с женой выходит на сцену или когда без жены? Мне больше нравится без жены, но ему, видать, с женой больше нравится. Мне кажется, когда как. Давайте еще что-нибудь сыграем. Да, без проблем. Из грустного. Из грустного? Ну, не знаю, из радостного. Нет, можно из грустного. Я что-то по плейлисту из-за себя, как класс есть. Да, в общем, мы можем уменять его. Не-не-не-не. Хорошо. Нет, у нас просто наоборот веселая песня про утро. Это прекрасно. Вот, кстати, эта песня, которая была написана на английском языке, а потом я подумала, хватит, и спела ее по-русски. Перевела просто свой же текст. Слушайте, ну это же меньше нот утро, чем морнинг-то. А там, ну да. Пришлось всю песню поделать. Да, абсолютно, но смысл в общем. Один и тот же. Да. Невидимое утро ясное Украсит звук соседей И не я ресниц напрасная Твои глаза из меди Я не хочу быть исключением В тревожном зоре твоих правил Я не хочу причиной быть для кого причин строга Немого утра твоего Немого утра твоего Немого утра твоего И облачаясь в заоблачный туман Закутаешься в одеяле Где птичьих криков Вредный караван Останется в начале Я не хочу быть исключением В тревожном зоре твоих правил Я не хочу причиной быть для кого причин строга Немого утра твоего Немого утра твоего Немого утра твоего Сегодня хлопаю одна группа Ника Хватает ли пианино вам для комфортной игры? Может быть что-то добавить? Мы добавили бас-гитару Но сегодня Женя не смог Поэтому у нас более полный звук Но раньше у меня в прошлом составе В общем Ну там какие-то и те же песни были Другие Была бас-гитара Гитара Ударная Электроника И все вместе Вот Я решила в общем Хватить Подожди, подожди Это же отличный шанс Мы же на телевидении Надо найти музыкантов прямо сейчас Найти А каких ты хочешь найти? А каких вам музыкантов надо? Не знаю Ну Это интересно Чтобы найти музыканта Надо понимать Хочется Мне нужен солирующий инструмент Потому что я вроде как не очень способен Мы пробовали экспериментировать с духовыми медными инструментами Угу У меня в кое-что не с саксом конечно Ну саксофон да Пошло? Пошло Ну где-то он уместен Но у нас мне кажется это будет прям вот Простите, а дом саксы Ну не знаю Вот мне вот слышится вот добавление флейта Вот куда-то ее добавить Вот есть прикольные фанковые флейты такие Угу Просто некоторые темы у нас В более таком громком варианте Они звучат так По резвее По резвее да Там есть кач такой Вот не хватает что-то такого Вот может когда объявление флетистом да Ну что Я очень хочу поиграть в две клавиши Это было бы круто Еще одного клавишника? Да конечно это моя мечта Вот такое ощущение что они реально не разговаривают на репетициях Ну есть такой момент Никогда не общались с тобой Прошло полгода наконец-то Мы там даже спиной друг другу просто сидим Да Я бы даже был бы не против перкуссионистов Потому что я что-то как слабоват на этом Ну я поняла У вас короче несколько работ И вы хотите чтобы вас кто-то подменял клавишник перкуссионист Нет На крайний случай все вместе На крайний случай флетистка Ну да На Багутине у него же там куча перкуссионистов Больше чем куча всего Ну да Но это Агутин себе может позволить большой бенд Конечно А в ваших условиях я думаю большой бенд это накладно Во-первых на репетицию ходить во-вторых Базу большую надо А в-третьих Гонорар маленький будет за концерт У меня был опыт с Костей Игры в одной группе где было 13 человек Мы собирались только на концерт по-моему Ну да это тоже проблема Чем больше группы тем Тем больше координации нужны друг с другом И не получится уже играть ну То что хочешь Нет не в этом дело Не получится играть короче на шару Не позанимавшись Так а сейчас что на шару играешь? Ну конечно мы же Вот даже сказал что мы играем Вот у кого какая идея появилась тот ее и играет Угу А когда большой бенд чего надо готовить все прям? Ну да мне кажется Мне кажется наоборот Знаешь там типа в хоре поешь когда можно Ну там не выучил партию Просто смотришь там что там Какую властную открывается сет Ну да конечно В большом бенде тоже можно не играть Отсидеться можно наконец Но если вдруг тебе приспичило поиграть И ты сыграл не то плохо Некоторые музыканты прям просто партитуру прописать Ну собственно в большом проекте так и было Ну да Слишком в общем Это наверное правильно Нет? Ну да да Это вообще правильно так должно быть У музыкантов и профессиональных в большей степени Ну я не думаю что это правильно Слушайте ну и что и кто из вас партитуры может прописать? Ну да наверное Опять не Серьезно? Серьезно может прописать Ну я там видел Ну я там видел Я видел точечки палочки вот это вот все Вот то есть вы как бы без образования музыкального или с образованием? Ну я 10 лет на скрипке отыграл вообще скрипачку Я закончил музыкальное училище в Чайковске Я с образованием тоже Я закончил ну правда музыкальную школу только вот при училище этого самого Чайковского Да мы вместе с Костей в одной школе музыкально учились только Костя на порядок Небольшой Вообще древнее Он там да на саундчеке перед нашей программой единственный кто смог ответить на самый сложный вопрос про бемоли Вот между прочим Это всегда очень такой каверзный вопрос Я еще знаете когда вы пели эту песню вторую нашу про утро Я подумала что вы могли бы переозвучить фильм этот известный «Мои черничные ночи» Там похоже Да? Орд Джонс тоже заглядывает ко мне в плейлист Ну да Орд Джонс хороша Что-то похожее было Было бы здорово Только надо вас местами будет поменять в этом случае Ну она же как бы сама сидит и играет Случается такое? Садитесь за рояль Ну я вот недавно значит это как Элизе да называется я вот из школы вот помню У меня общий же протепиано я же скрипачка Меня в детстве заставляли на сольфеджио писать вальсы преподаватель с отчеством Адольфовна Она заставляла писать вальсы У меня скрипачку есть Маргарита Адольфовна Мыльникова я прекрасно помню Да Костя тоже ее помню Меня я помню заставляла писать вальсы и прописывать партитуру Даже я естественно ничего не умела брала скрипичные этюды и в общем на них делала Какую-то аранжировку такую пианистскую Поэтому у меня с клавишами большая проблема Мне на гитаре А почему вы кстати скрипку не возьмете Поскольку 10-летний опыт или прям отбилось все Во-первых я уже да действительно давно не играла И да и не хочу скрипку Нет Она как-то отдельно На ней надо там Шапена играть На ней надо играть Не знаю Поганили или еще кого-то в лучшем случае Но не здесь Скрипку короче говоря мы еще оставим на потом Спросим Куда сегодня на работу идут все музыканты этой группы Давайте что-нибудь сыграем перед тем как уйти на короткую рекламу О чем кричишь когда не праздник выходные Когда за кадром год без сна и те билеты отрывные Без полный след доставит сзади старый путь И старый дом забудет воду и вино Но если не было ты будь Мы будем вместе заодно 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 а на Субтитры подогнал «Симон» 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 Когда зима была тишайше Я оживала вдруг Когда, мой друг, я пела дальше Я пела внешний звук Но каждый след февральской фальши Давал хромой приют Привет, мой друг, мы здесь, как раньше В снегах возьмем уют Мне в детстве мать сказала фразу Зовут случайный груз Я огляну, жизнь стала дальше И в сердце стих искус Но каждый след февральской панши Давал хромой приют Привет, мой друг, мы здесь, как раньше В снегах возьмем уют Давнишний чай, да в книжной лавке Я здесь, я буду здесь Я не боюсь весенней давки Себя собью всю спесь Но каждый след февральской панши Давал хромой приют Привет, мой друг, мы здесь, как раньше В снегах возьмем уют У-у-у-у-у-т Субтитры создавал DimaTorzok Но каждый след февральской фальши давал хромой приют. Привет, мой друг, мы здесь, как раньше, в снегах возьмем уют. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Самый классный кавер на Продидже. Мы уже это проходили, да. В первый раз, когда Стас услышал песню, он сказал, что Продидже. Ну точно, точно. Про русский язык-то я знаете, что подумала? Знаете, почему все на английском поют? Можно петь на английском, правда, были прецеденты в нашем эфире. Когда поешь на английском, тут же можно, раз слова никто не понимает, только свои локальные данные, вот эту всю красивую мелодию показать. А когда на русском можно запудрить голову, слушать это текстом, и не петь уже хорошо, например. Ну можно, делают так люди. Песня же это просто полет души, в общем-то, поэзия, поэзия. Нет, ну вообще песни это литературный жанр, где текст первичен вообще. В России. В принципе, песни, как это же литературный жанр, всегда слагали и текст, а музыка была дополнением. Вот я не знаю, 5 лет в программе, а мы про литературу, оказывается, а не про музыку. Это первый раз признание такое. Это факт, просто нет, я-то по-другому отношусь, просто все равно к песне, но изначально это вот именно такой жанр. Для меня музыка первична, просто потому что я музыку, музыкой больше интересуюсь, чем текстом. Вот интересно, если Зюмфира на английском пела, был бы у нее такой же большой клуб почитателей? Ну конечно нет, там же дело в том, что она буковки еще складывает в нотки. Нет, она крута, вся фишка. Тем не менее, все-таки. А если бы на татарском пела? А если про диджи пели бы на русском? Вот давайте сейчас тут накидаем другие вопросы. У нас же была лучше. Для меня ничего бы не изменилось, я так не слушал, и так бы точно не слушал. Так они и так поют на русском, как там «Smack my bitch up». Да. «Смак». А в вашей группе полугода чего делали до этого? Другие проекты были? Разные? Например? Ну, я, вот сколько, я с 15 лет с гитарой, я сначала панк начала после скрипки, но у меня резко радикальные скрипки. На русском был панк. На русском панк. Да ну серьезно, и что там было по тексту? Может кто-нибудь помнит, клуб «Лофт» такой был под землей. Ну. Просто невероятно. Под землей лофт. Да, я помню. Под землей лофт. Чердак, это была фишка типа. Вот, и там был и лютый андеграунд, это даже не андеграунд, это просто люди, которые не умели на самом деле играть музыку, вот, и мы тоже пытались тогда, и там были песни там про святые помидоры какие-то, например, был текст у меня один из первых. Святые помидоры? Да, да, и более того, я посвятила панк-рок песню своему любимому преподу, Победашу Дмитрию Иванчику, который у меня в колледже преподавал. Тоже про помидоры? Победаша. Ну, где-то недалеко, я думаю. Ух, гениально. Ничего только не делала. Потом, потом начала сама с гитарой просто песни писать, писать, писать. Потом периодически то одного музыканта, то второго, то состав целый. В общем, по-разному всегда все было. А что за проекты были со Скородинским? Это ударник хор? Да, 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 но мы играли, вот получается, с Максом Цепилом, который сейчас басист Айфо. То есть мы с ним вообще начали играть там в 2014 году, он мой давний-давний друг. Вот, приехал из Пышмой, мы начали играть вместе. Потом в ГГ ехал на 110-м. Это не верхняя Пышма, просто Пышма, это 3 часа. Вот, он значит приехал, я его сразу потянула, мы что-то там трип-хоп, не трип-хоп начали пытаться. Потом подключился у нас электронщик по имени Миша. Потом мы поняли, что нам нужен полный состав, нужен ударник и басист. И мы вот хотели с Васей Скородинским и Мишей Катиняткиным тогда фанг попробовать играть. Ну, в общем, больше для, так, по приколу для себя. Вот, позвали их к себе, получился полноценный состав. Вот, поиграли что-то да, Вгуста, Ника. А, вот это не убивали. мои песни, поэтому как-то мы не заморачивались по этому составу, вот, разные были. И вот, а потом мы с Костей начали играть, потом к нам пришел басист Женя, которого сейчас, к сожалению, нет здесь, и Стас к нам потом последний присоединился. Потому что я их везде за собой таскаю. Ну, да, везде таскаю за собой этих музыкантов. Слушайте, а чего вы делаете, вот когда, вот как бы не музыканты? Или вы только музыкой промышляете, только в других проектах? Nope. Мы похожи на людей, которые музыкой промышляют, мне кажется, у нас нет. Я думаю, у всех есть своя работа. Ну, не связанная с музыкой. Нет, абсолютно. Я преподаю английский. Ну, я вообще... Вот началось вот это. Я программы программирую. Я так и думала, кстати. Конечно, в очках тощие. Здесь что-то про торговлю должно быть. Нет, нет. Про торговлю. Это просто... Я ведущий инженер на производстве. Он просто постригся сегодня. Вообще, всегда здесь, всегда кто-нибудь из группы, какой-нибудь инженер, и вот с непонятными тремя буквами после квалификации. Давайте еще что-нибудь сыграем. Инженер, программист, преподаватель английского языка. Что у нас марш сейчас? Да, Женя, у нас электрик вообще. Электрик? Да. Ну, это неплохо для группы иметь электрика в составе. И инженера тоже. И инженера тоже, да, кстати. Можно обштопать любого звукорежиссера. Псс. Пожалуйста, не уходи, Побудь со мною рядом, Давай откроем у себя внутри то, что надо. Давай укроемся луной, как мертвым одеялом. Давай останешься со мною Рядом, 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что надо, давай укроемся луной, Как мертвым одеялом. Давай останешься со мною рядом, рядом, рядом. Рядом, 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 рядом. Рядом, 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 рядом. Рядом, 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 рядом. Очень грустно. Группа «Ника» сегодня у нас в эфир телеканала ЕТВ. После короткой паузы рекламной, что важно, мы продолжим наш эфир. Субтитры создавал DimaTorzok Но теперь дождь, плачи по мне, зарывающий сад по кругам, Сама как на кругах отрывает в пелене. Дождь, плачи по мне, зарываю и все подрываю. Разрываю мою, разрываю свое в петле. Дождь, плачи по мне, иди на восход, иди в реку вброд, не так, не так. Дождь, плачи по мне, иди на восход, иди в реку вброд, не так, не так. Дождь, плачи по мне, иди на восход, иди в реку вброд. Дождь, плачи по мне, зарываясь цветы. В переходе на ты, в переходе не ты, но тебе. Дождь, плачи по мне, иди в реку вброд. Дождь, плачи по мне, иди в реку вброд. Группа Ника в эфире телеканала ЕТВ. Я подумала опять, пока вы пели много песен, нет ли у вас стеснения, когда вы на русском поете? Ну, это же так достаточно такие откровенные штуки, и вы же никуда там их не вуалируете, как некоторые вышеперечисленные музыканты. Есть. Да? А вы не поете? Ну да. Не, есть, конечно. Не, ну как, это вообще такой откровенный процесс выступления, конечно, само собой. Но либо ты на это подписываешься и делаешь, либо нет. То есть либо ты честно что-то говоришь, либо ты молчишь. Вот. А еще история. Вот вы правда уже, наверное, каждый год программ 80 с музыкантами показываем, МНР, процентов 70, это музыканты Екатеринбурга в программе участвуют. Вот у меня все мучает вопрос, чего все хотят все-таки быть музыкантами и заниматься музыкой. Самым, мне кажется, странным занятием на свете. А есть какие-то варианты ответов? Ну, было же 80 уже ответов каких-то. Вариантов нет. Нет. Это же не тест по ЕГЭ. Ну. Ну, я не знаю. Для меня лично это вот как бы выплеск такой отдушина от повседневной серости, суеты. Такой вот. И инженерной работы. Слава тебе Господи. Да, что есть музыка и я ей могу заниматься. Это вообще чудеса. Чудо. Ну, у меня есть простой ответ, но он немножко многословный такой. Ну, я работаю программистом. Так. И это, типа, 8 часов в день такая деятельность, которая, в общем, регулируется разумом в основном. И вся моя остальная деятельность, которая не музыка и не разработка, это тоже такая очень разумная и рациональная штука. Вот. И я, наверное, занимаюсь музыкой, потому что музыка это какая-то вот как раз иррациональная и чувственная такая штука. Наверное, должен быть какой-то баланс у человека в жизни. По поводу того, что вы там когда-нибудь завяжете со своей инженерной и программистской работой, и таких нет в сторону своей группы. Ну, у меня нет. Ну, то есть это так. У меня есть. Ну, у меня есть. Все пока, ребята. Тут расходимся. Нет, тут просто как пойдет. Тут расходимся. Как пойдет вообще. Я никогда не думала, что я буду такую музыку петь там года два назад. Никогда же не знаешь, к чему все приведет, но вдруг. Ну, как, нет. Просто, если ты амбициозно относишься, ты должен подходить к этому как к бизнес-плану, выполнять некоторые задачи. Цели и полагания должны быть. Вот ты хочешь этого, ты идешь к этому. Если же ты этого не хочешь, то ты просто живешь в музыке, и когда получается, ты ее играешь. Угу. Я пытаюсь совместить и то, и другое уже десять лет. У меня пока не получается. Я понимаю, что надо выбирать просто. Либо уже оставаться в Индеграунде и играть для себя, либо… Шоу-бизнес. Либо, в общем, стараться более форматно и весело все это. То есть, как-то вот… Ну, или что-то еще придумать, как третий вариант. Например. Ну, какой? Может, вы подскажете? Не знаю. Я знаю. Вообще, отличное хобби, которое отвлекает вообще от всего на свете. Это вот семья, знаешь, когда у тебя есть семья. Хобби. Семья – это хобби. Интересная позиция. Не знаю. Тебе вообще уже не до чего, короче. Когда вот с такими глазами ложишься спать там в три ночи, а вставать тебе в шесть. И так каждый день. В общем, супер. Не знаю. Но я пробовала какое-то время не заниматься музыкой. Мне удушиться хотелось просто. Потому что… Угу. Даже я по скрипке скучаю, сколько лет не играла. Все равно хочу играть на всех инструментах, которых могу. И никак иначе. Даже не представляю по-другому. Уголок психоаналитиков в программе «Музыкальная пятница» на ЕТВ. Спасибо вам. Давайте сыграем. Угу. Так, поехали. Ку-ку. Поехали. Анонимных музыкантов. Да. ПЕСНЯ 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 Хорошо чувствуете. По мне, так вот акустика прям вообще для вас. Он не очень большой. Да, он просто полнее, чем этот немножко, но вообще не более. Там просто ударная установка, у нас есть бас-гитара, то есть он такой потолще. А еще эксперименты у вас были с текстом? Не только вот там про любовь и про него, а какую-нибудь такую, как два колеса, одно тебе, другое мне, а исполнить в такой манере. Издевались когда-нибудь над слушателем? Ну что-нибудь ему такое преподносить в такой манере достаточно. Блин, я знаю только одну группу, которая на это способна. Мне кажется, просто Стеба сейчас так много вообще, ну достаточно. Чего эту нишу уже занимать? Там всякие группы сейчас появились, все знают какие там совмещения всех стилей музыки и стебные тексты. Ну куда это? А одна женщина еще не делала этого? Да делала. Ну кто? Ну вот кто-то делала. Солистка Гуан Айпс. Она на английском, она на русском? Она на русском, мне кажется, что не делала. Ну я просто, у меня не такое ампуа не знаю. Ну нет, ладно, может быть, даже ведь калибри можно как-то принести в этом. У них смешно было всегда. А это уже давненько было. И получилось. Ну у нас же типа лирика. Типа? Ну как бы да. Ага. Определились? Да мы не определялись, так получается просто. Ну вот не могу, сколько я себя знаю, но не получилось у меня про святые помидоры писать в 15 лет? Значит я поняла, что где-то надо в другом. А было бы... Ведь было же это, вот. Было. Я с этого начала. И потом поняла, что нафиг это не надо, и я хочу посерьезнее. Я, в смысле, я сама серьезнее, как бы я не пыталась рассмешить себя саму. Вот. Вот и все. Тяжело, наверное, когда солистка очень серьезная, и тексты у него серьезные. Нет? Нет. Я так-то очень смешной человек. Очень с грустным лицом сказала. Очень с грустным лицом. Где в ближайшее время можно вас увидеть на концертах? Дело в том, что мы уходим в небольшой отпуск. Нет, нет пианист. Нигде. На июнь-июль мы уходим в небольшой отпуск, потому что разъезжается у нас басист на гастроли уезжает. А басист ты чем занимаешь? Он в тревелин оркестра играет, и Женя Ряпова. Бывали они у нас, да. Вот, вот. Да, и, в общем, у всех какие-то дела получаются. Июнь-июль. Слушайте, ну лет – это самое то время. Фестивалей куча. И что вы уже? Да мы даже на ночь в музыку не попадаем, потому что вот графики не совпадают. Вот какая история. Поэтому, не знаю, я лично буду дома сидеть, осваивать облитон и писать музыку так, электронно, просто для себя. Чтобы не удушиться в очередной раз, не задушить себя. От скуки. Вот. А еще, ну как бы есть концерт, но мы не имеем права его афишировать. А что случилось? Он закрытый просто, он для съемок. Корпоратив называется? Нет, если бы. Нет, все, все, дальше уже нельзя. Уже спойлеры. Подождите, то есть вы с какими-то компаниями? Нет, не компаниями, а организациями. Ну, как, организациями? Мы потом на ушко скажем. Да. На ушко. Но это интрига, чтобы... У меня нет секретов от телезрителей, что вы. Тогда не скажем. Тогда не скажешь. Все просто. Ну, то есть у вас есть какая-то все-таки тайная история, которая станет когда-то публичной? Ну, да, да. В общем, поэтому она и тайная. Нас просто попросили организаторы не говорить о концерте, потому что это закрытый концерт. Вот и все. Который для съемок происходит. Они те все, которые могли, они уже догадались. Все эти зрители. Органы, Грекфеллеры? Нет. Могли и догадались. Ладно, я спрошу вам потом где-нибудь там в комментариях, напишу, что это у них там за концерт. Странно, что, конечно, вы пропускаете, но можно, наверное, позавидовать, что есть такие люди, которые занимаются ради удовольствия музыкой и не стесняются прям на сцены большие и даже на телеканалы приходить. Вы большие молодцы. Прямо можете даже кому-то как-то волшебный пендель сейчас с экранов ЕТВ, что можно пойти и все-таки бросить свои дележки. Ну что, в чем проблема-то? Хочешь, занимайся, не хочешь, не занимайся. Можешь, не парься и делай. Не можешь, не парься вообще, в принципе. Что еще надо? Главное, правильно лежать. Есть такая очень полезная книга. Ее читает наш оператор Степан Борисович. Спасибо большое, что вы пришли. Давайте на прощение нашим зрителям что-нибудь споем. Еще одна лирическая композиция. Коридор и поворот Нет двери, только я слышу громкий смех ЭТАТИ 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 Звучит музыка 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 Звучит музыка